Ивов Ну то есть Все плохо, надежда моя со мной умрет Ничего я не добьюсь из того, что мне бы хотелось Но у меня возникает вопрос Все-таки Когда человек умирает Его надежда развеивается, исчезается Но не покоится во прахе Я перевел со знаком вопроса Где же она, моя надежда Надежда моя, кто видел Тем более, что, собственно, вопрос там явно есть в оригинале Сойдет ли она к вратам Шеола Шеол, мир мертвых Ляжет ли вместе со мной в землю Ну, очень хочется ответить, да Но Смотрите Если просто сказать, что она ляжет и сойдет То есть вот она исчезнет Тогда вопрос звучит немножко бессмысленно Ну, он риторический, понятно Риторические вопросы часто звучат довольно бессмысленно Но можно ли Сказать, что здесь дается Какая-то очень маленькая Но все-таки надежда Вы знаете, я думаю, что да А девятнадцатая глава Это опять у нас речь Иова И совсем не так далеко Это фактически сразу после Там еще один маленький ответ Белдада Но потом Иов снова начинает говорить Девятнадцатая глава, двадцать пятый стих А я знаю, Скупитель мой жив И он в последний день восставит из праха Распадающуюся кожу мою сию И я воплоти мои узрю Бога Ничего себе Я воскресну, говорит синодальный перевод То есть синодальный перевод делает Иова довольно странно непоследовательным Он в семнадцатой главе говорит Все, я умру, моя надежда исчезнет Больше никогда ничего не будет А в девятнадцатой главе он говорит Ну, конечно, я воскресну Никакой логики Вот поэтому я думаю, что здесь Подразумевается знак вопроса Естественно, в древних рукописах нету Никаких орфографических И синтаксических знаков Поэтому мы точно не знаем Понималось ли это как вопрос или нет Но у нас возникает Куча вопросов к девятнадцатой главе Я перевожу это место Двадцать пятый и двадцать шестой стих так Я же знаю, что жив мой заступник Он последний встанет над прахом Даже когда спадет с меня кожа Лишаясь плоти, я увижу Бога Ну, там такой оборот Который можно понять Как без плоти И тогда, да, душа бессмертная Соединяется с Богом А можно понять Вот, как бы теряя плоть Я увижу Бога Вот самый последний момент своей жизни Но надежда в любом случае жива И можно, конечно, сказать Что его переходит от безнадежности к надежде Но мне кажется более логичным Что он стремится к этой надежде Как к чему-то, что у него есть Он не до конца уверен Более того, он очень сильно сомневается Что это все получится Он Богу кричит буквально о том Если бы я знал, что это все еще как-то продолжится Если бы я знал, что потом Я снова обрету жизнь То тогда это все выглядело бы иначе Но знаю ли я это Надеюсь ли я на это Вот надеяться похоже, что да Уверенности нет никакой Но надежда, она в конце концов Потому и называется надеждой В отличие от уверенности Что она лишь подразумевает какие-то вещи Она не дает на них гарантии Она не считает эти вещи Абсолютно гарантированными И неизбежными Она выражает Наше желание, чтобы эти вещи случились Поэтому еще раз 17 стих Где же она моя надежда 17 глава Где же она моя надежда Надежда мою, кто видел Сойдет ли она к вратам Шеула Ляжет ли вместе со мной в землю И 19 глава Я же знаю, что жив мой заступник Он последний встанет над прахом Даже когда спадет с меня кожа Лишаясь плоти, я увижу Бога Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!